Друзья, я очень хотела бы сегодня сказать вам доброе утро или добрый день, но, к сожалению, сегодня 23 марта 2024 года для большинства здравомыслящих людей нифига не добрый, потому что те новости, которые мы услышали сегодня утром, заставляют в очередной раз спросить себя, Господи, когда же это всё закончится, когда перестанут погибать люди, чего не хватает, есть всё сейчас в этом мире, ну, бери, пользуйся, радуйся, ну, зачем же вот творить такое, такие страшные вещи, зачем убивать, зачем эти войны, зачем всё вот это происходит, Господи, так хотелось вам сегодня показать красивый, солнечный, цветущий Ташкент со счастливыми людьми, которые радуются жизни, но сегодня просто это невозможно сделать, но у меня есть в архиве видео, которое очень сложно мне давалось, поэтому оно осталось незаконченным, это в первый же день, как мы прилетели в Ташкент, мы посетили православное кладбище имени Боткина, которое находится практически в самом центре Ташкента, где похоронены мои родные, у которых я не была 12 лет, и я снимала это видео, наверное, чтобы как-то отвлечься, чтобы как-то отогнать тем грустные мысли, которые просто не давали мне спокойно дышать, и часть мне удалось снять, вот сейчас вы видите на своих экранах памятник пахтокоровцам, в 79-м году случилась страшная трагедия, и разбился самолет с командой пахтокор, и вот здесь прямо при входе на кладбище такой огромный-огромный памятник тем пахтокоровцам, которые были православным пахтокоровцам, если можно так сказать, вот, и это в очередной раз наталкивает на мысль, что как надо ценить свою жизнь, жизнь своих родных и близких, потому что мы никогда не знаем, когда она оборвется по чьей-то почему-то злому умыслу или по какому-то роковому стечению обстоятельств. Привет, друзья! Мы в Ташкенте, и сегодня я вам хочу показать православное кладбище. Я думаю, мало кто из блогеров, кто показывает Ташкент, показывает такие нетуристические места, но чтобы вы понимали, это место находится практически в самом, ну не в самом центре, но недалеко от центра столицы Узбекистана, в городе Ташкенте, вот такое православное кладбище. Конечно же, в первый день, как мы приехали в Ташкент, я хочу навестить моих родных. У меня здесь очень-очень много моих близких, родных, мама, папа, тётушка, сестра, бабушки. Вот. И я решила, что, может быть, кому-то будет интересно показать вам православное кладбище в Ташкенте. Хочу сразу показать при входе вот такой памятник. Это погибшим пахтокоровским игрокам, которые погибли в авиакатастрофе. И вот такой красивый большой мемориал, не знаю, как правильно это сказать. Вот. Там фотографии все перечислены, игроки. Вот. Там церковь. Туда мы обязательно тоже с вами дойдём. Но для начала я хочу положить вот эти весенние цветочки на могилку своих родных. Так. Всё здесь тоже очень сильно изменилось. Совсем близко к кладбищу выросли огромные дома. Честно говоря, даже как-то пугающе. Вот прямо подступают дома. Что будет с этим кладбищем, не знаю. Вот. Так всё это выглядит. Какие-то памятники я помню с детства, потому что часто мы приходили на это кладбище. Ещё я была совсем девчонкой, бабушек навещали. Дима с Полиной уже повернули в проулочек. Ну, туда, мои дорогие друзья, я не возьму вас с собой. Не обижайтесь, но это слишком личное и очень непростое для меня посещение. 12 лет я здесь не была. И, конечно, прямо у меня дыхание перехватывает. Поэтому здесь я с вами попрощаюсь. Потом подойдём поближе к церкви. И я вам обязательно покажу. Православная церковь на кладбище Боткино. Называется оно. Вот. Ну, всё. Кстати, 12 лет тому назад гораздо больше было заброшенных могилок. Сейчас, мне кажется, их... Они, конечно, есть, но их гораздо меньше. Очень много вот таких необычных, дорогих памятников. Самое главное, чтобы могилки были ухоженные. Всегда очень жалко и грустно смотреть заброшенные памятники, которые разрушаются. Да просто на то, куда никто не приходит. Но, к сожалению, здесь, на православном кладбище, это встречается довольно часто, потому что люди уезжают. Сейчас возвращаются многие, правда. Но вот одно время прямо очень многие уезжали. И поэтому было очень много. На тот момент, как раз, когда мы уезжали 12 лет назад, было очень много заброшенных могилок. А сейчас, мне кажется, их гораздо меньше. Ну и вот такой... Вот такая церковь. Продолжение следует...